Добрый день! Вы смотрите итоги дня информационного портала Управда.ру. С вами Сергей Прус. Смотрите сегодня в выпуске. Газификация Ульяновской области увеличивает темпы развития. Министерство обороны закажет авиастару более 100 самолетов. Дольщикам поможет федеральный центр. Количество здоровых детей увеличилось почти вдвое. Министерство обороны закажет авиастару более 100 самолетов Ил-76МД-90А. Ульяновск станет ключевой площадкой по сборке этих крылатых машин, которые составляют костяк военно-транспортной авиации. Подробности в материале нашего корреспондента. Вечером в четверг Ульяновск с рабочим визитом посетил заместителя председателя правительства России по вопросам обороны промышленного комплекса Юрий Борисов. Вице-премьер осмотрел работу авиастар СП и аэрокомпозита, где собирают композитные крылья. На выстроительном предприятии Юрий Борисов осмотрел сборку транспортных самолетов Ил-76МД-90А. Ульяновский завод, по словам вице-премьера, будет одним из центров выпуска этих крылатых машин для оборонного заказа. В планах Министерства обороны до 2030 года приобрести не менее 100 Илов. Этот самолет является основным для военного ведомства. Перед заводом поставлена задача в следующий год выйти, в этом году выпустить не менее 6 самолетов. В следующем году выйти на объем не менее 7 самолетов. Начиная с 2021 года иметь производственные возможности гарантированно. 10-12 самолетов. Вице-премьер также отметил хороший экспортный потенциал транспортника. Но, к сожалению, он пока не реализован. Для того, чтобы создание новых самолетов проходило максимально эффективно, будет создана специальная комиссия Минпромторга и Минобороны. Практически ежемесячно два замминистра будут проводить совместные совещания, собирать всю кооперацию и отслеживать ход подготовки и производства, и завершения всех неокров по этому управлению. Благодаря увеличению объемов опускаемой продукции, на предприятии планируется создать около тысячи новых рабочих мест. Губернатор Сергей Морозов поставил перед правительством задачу оказать содействие в трудоустройстве жителей области на авиастроительное предприятие. Егор Ситов, Юрий Конехин. Новости дня. Ульяновская правда. Николай Кочугов. Новый директор Ульяновского филиала «Газпрома». Сегодня с ним встретился губернатор Сергей Морозов. На совещании обсудили планы развития отрасли и обозначили задачи на три года вперед. Сколько километров газопроводов предстоит построить и сколько населенных пунктов газифицировать. Подробности у Виктории Черковой. Губернатор Сергей Морозов провел деловую встречу с новым генеральным директором ульянского филиала компании «Газпром». В стенах Государственного технического университета глава региона поближе познакомился с Николаем Кочуговым. Новоиспеченный руководитель знает газовую отрасль изнутри, ведь его карьера началась с должности простого слесаря. Вы знаете, вот мне всегда доставляло огромное удовольствие знакомиться, представлять руководителей Ульяновской области, которые начали свои трудовые деятельности с самого, что называется, начала. Главным лейтмотивом мероприятия стала программа газификации Ульяновской области. Николай Кочугов уже приступил к исполнению своих обязанностей. Медлить нельзя, потому что объем работ по проведению голубого топлива внушительный. 27 газопроводов необходимо построить до 2020 года. Примерно общая длина газопроводов составляет 570 километров. Скажем так, то, что приведет к газификации практически 100 населенных пунктов. Это можно сказать, что это и частный сектор, население. Но самое главное, то, что эти газопроводы также идут на промышленность, на коммунальные бытовые предприятия, что приведет, безусловно, к росту экономическому Ульяновской области. Продолжительный опыт совместной работы «Газпрома» и регионального правительства легко изобразить в цифрах. За минувшие 12 лет было построено 34 газопровода общей протяженностью более 950 километров. Возвращаясь к деловой встрече, стоит упомянуть еще об одном событии. У губернатора появился советник по газификации. В должность вступил Олег Каптиков, опытный сотрудник «Газпрома». Что интересно, новый специалист будет выполнять свои обязанности на общественных началах. Виктория Черкова, Юрий Ломатов, новости Ульяновской правды. 400 мегаватт с неба и 1 миллиард рублей в реку. В регионе построят три новых ветропарка и очистят Волгу. Участники коллегии Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства обозначили первостепенные задачи на будущее. Это теплоисточники, газ и оздоровление Волги. Поможет ли федеральный центр Ульяновской области в этом году? Подробности в нашем материале. Уют, тепло и водоснабжение обеспечивает сфера жилищно-коммунального хозяйства. Настала пора подвести итоги работ за минувший год и обозначить векторы на будущее. Есть куда стремиться, но и об успехах забывать не стоит. Губернатор Сергей Морозов напомнил о самом положительном факте 2018 года. Александр Черепан рассказал о грядущих событиях. В этом году федеральный центр выделит более миллиарда рублей на оздоровление Волги. Пока что готовится смета и проводятся экспертизы. Также настала пора заняться альтернативной ветроэнергетикой. 35 готовых мегаватт у нас уже есть. Необходимо построить новые ветрогенераторы. В планах до 2024 года компания «Фортум» построит еще в трех муниципальных образованиях ветропарк. Суммарной мощностью на территории региона более 400 мегаватт. В этом году вплотную займутся теплоисточниками, а точнее их коммуникациями. Сотни километров труб предстоит заменить по всей Ульяновской области. Виктория Черкова, Юрий Ломатов. Новости Ульяновской правды. Главное весеннее IT-событие по Волжье. Восьмая международная конференция «Стачка» пройдет в апреле в Ленинском мемориале. Но сейчас уже идет активная подготовка. На мероприятие приедут свыше 5000 гостей. Выступление организуют на 12 параллельных потоках по четырем основным направлениям. Разработка, диджитал, тренды, карьеры и образование. За два дня свои доклады представят более 200 спикеров из разных регионов России и стран зарубежья. Программа конференции составлена так, чтобы каждый участник нашел для себя интересную тему и ответил на главный вопрос, куда ему двигаться дальше. Все участники «Стачки» смогут познакомиться с самыми громкими IT-проектами и изучить передовые практики международных компаний. Почти двукратное увеличение количества здоровых детей за 10-летний период. С такой позитивной статистикой подвели итоги работы Центра здоровья. К слову, здесь следят не только за здоровьем детей, но и взрослых. Ежемесячно комплексные обследования проходят более 1000 человек. И это, как правило, семейные осмотры. В Центре здоровья побывала Рината Алиулова. 10 лет назад в Ульяновске свои двери на базе детской поликлиники номер 3 открыл Центр здоровья. А уже сегодня здесь принимают 100-тысячного посетителя. Им оказалась 6-летняя Катя. В сентябре девочка пойдет в первый класс. К этому времени нужно пройти все необходимые медицинские процедуры, чтобы сесть за парту абсолютно здоровой. В одном кабинете маленькой пациентки измеряют вес, рост, давление, проверяют осанку, зрение, а также состояние сердца и легких. Мы находимся на лечении в дневном стационаре. И нам предложили пройти обследование меня и ребенка в Центре здоровья. Здесь очень понравилось сразу комплексное обследование ребенка, и рост, вес, и другие показатели крови. Все очень понравилось. Ежемесячно комплексное обследование здесь проходит тысячи детей и 200 взрослых. Как правило, это семейные осмотры. В медицинском центре не лечат. Основная задача – профилактическая работа. Специалисты консультируют, проверяют уровень здоровья пациентов и мотивируют на сохранение здорового образа жизни. Мы проверяем обязательно факторы риска, которые приводят к возникновению заболеваний сердечно-сосудистой системы, заболеваний легких. Боремся с курением, с алкоголизмом, с наркоманией. То есть граждан мотивируют на здоровый образ жизни. Помимо стационарного приема, специалисты городских центров здоровья также устраивают выездные консультативные окошки в торговых центрах и медицинских учреждениях, в основном приуроченные ко Всемирным дням борьбы против серьезных заболеваний. И мы планируем в дальнейшем преобразование нашего центра здоровья в центр общественного здоровья, который сделает нашу помощь более доступной, охватит более широкие слои населения. И нужно сказать, что процент здоровых детей у нас увеличивается. То есть дети начинают правильно питаться, соблюдать правильный образ жизни, заниматься спортом. Со слов специалистов, количество здоровых детей за неполных 10 лет работы центра увеличилось с 8 до 15%. Всего в Ульяновске функционирует 7 центров здоровья. За каждым из них закреплен свой район. Работа медико-профилактических отделений ведется по всей стране согласно национальному проекту «Сбережение здоровья нации». Ринат Алиулова, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды. В Ульяновской области дольщикам поможет федеральный центр. В Ульяновске приняли поправки к закону о мерах поддержки дольщиков. Согласно документу, компаниям-застройщикам на доработку проблемных объектов будут начисляться государственные субсидии. Чтобы разобраться, с чего начать и чем закончить, в город приехал московский ревизор. Сегодня в Ульяновске работает депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Александр Якубовский. Первым делом руководитель рабочей группы партии «Единая Россия» по защите прав дольщиков посетил несколько проблемных объектов, на которых пообщался с чиновниками и простыми людьми. Основная задача – посмотреть текущую ситуацию в регионе, понять, насколько сегодня проблема является масштабной, и обсудить с органами государственной власти ее решение. Поэтому, безусловно, понимание есть, что проблема есть, и мы на одном из таких объектов сегодня находимся. И, конечно же, вопросов много, в том числе к органам исполнительной власти, которые выдавали разрешение, контролировали этапы строительства. Жилищный комплекс «Молодежный» на улице Буинская 8 лет назад был заветной мечтой для сотни ульяновцев. Центральный район города, просторные новые квартиры и прекрасный вид из окна. «Мы строим не просто жилой комплекс, а особое жизненное пространство по доступной цене», – говорилось в рекламе застройщика. Реальность оказалась намного хуже. Дольщики обмануты, а строительство заморожено. «У застройщика на данный момент нет денег, и он находится под следствием. Дольщики надеются на то, чтобы или федеральный бюджет помог по программе, потому что областной он не вытянет его, или даже шел разговор о том, чтобы кредитование было на льготных условиях, может, или нового застройщика, или, может быть, старого». Жителям другого долгостроя по улице Красноармейская, 140, повезло чуть больше. Сегодня деньги из бюджета в размере 23 миллионов рублей уже выделены. Есть дорожная карта и предварительные сроки, в которые будет сдан дом – сентябрь 2019 года. «Благодарности прибережем до сентября. До будущих времен. Нет, до сентября. И вместе поблагодарим. Это первое реальное дело, почему не поблагодарить человека, который действительно нас услышал. Хочется. Теперь есть уверенность, есть надежда. Почему нет? У нас оптимизм появился. Почему нельзя об этом? Это нужно говорить. Сегодня Александр Якубовский проведет совещание по рассмотрению всего реестра проблемных объектов области. Вечером депутат Государственной Думы встретится с главой региона Сергеем Морозовым, чтобы совместно проанализировать текущую ситуацию с дольщиками и выработать рекомендации. Наталья Чумаченко, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на информационном портале управда.ру. Хороших вам выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин